Обрезка малины весной. Несколько кустиков малины можно увидеть на любом садовом участке. Фраза «У нас своя малинка» звучит не менее гордо, чем собственная картошка или иная садово-огородная культура, собственноручно выращенная. Если малине обеспечить правильный надлежащий уход в течение всего весенне-осеннего сезона, то малина отблагодарит своих владельцев. Не только пригоршней вкусных ягод, но и несколькими баночками полезного варенья. Обрезка малины весной относится к категории тех обязательных агротехнических мероприятий, которые подготовят малиновые кусты плодоношению и позволят добиться хорошего ягодного урожая. Биологические особенности малины. Столь необходимая обрезка малины в весенне-осенние сезоны вызвана биологическими и морфологическими особенностями этого растения. Малина является ягодным многолетним полукустарником, продуктивный период которого охватывает 10-12 лет. Однако если корневая система является многолетней, то надземная часть, представленная многочисленными побегами высотой до 2-3 метров, живет в рамках двухлетнего цикла роста и развития. После плодоношения двухлетние ветки усыхают и отмирают. Свежесобранная малина на рисунок. Выше приведено фото своей малинки, заботливо выращенной на садовом участке. Двухлетний цикл развития для побегов малины представлен следующим образом. Год 1 – активный рост, разветвление, накопление питательных веществ для формирования плодовых образований. Год 2 – плодоношение и отмирание. На рисунок ниже показано строение малинового куста пос. 1 – корневище пос. 2 – корни пос. 3 – корневой отпрыск пос. 4 – однолетний неплодоносящий побег замещения пос. 5 – двухлетний отплодоносивший стебель. Строение куста малины корневища пос. 1 – является основным органом, обеспечивающим многолетнее существование, развитие и размножение малинового куста. Надземная часть малинника представлена побегами, живущими всего 2 года. К ним относятся однолетние побеги, которые бывают двух типов – корневые отпрыски и пос. 3 – идущие корни и пос. 2 – материнского куста. В дальнейшем они станут самостоятельными растениями, разовьют собственные корневища и корневую систему. Отпрыски используются как посадочный материал, их или выкапывают, или срезают побеги замещения пос. 4 – вырастающие из спящих почек, расположенных в земле у основания двухлетнего побега на корневище. Побеги замещения являются биологической заменой отмершему отплодоносившему двухлетнему стеблю. Двухлетние побеги пос. 5 – на которых образуются ягоды. В процессе своего развития однолетние побеги начинают рост весной и растут до конца августа. К этому времени их стебли из мягких зеленых веточек становятся твердыми древесными. На них закладываются плодовые почки. Ранней весной 2-го года жизни почки набухают, из них начинают свой рост плодовые веточки, на которых образуются ягоды. После плодоношения эти побеги начинают подсыхать и концу лета полностью отмирают. Им на смену в течение всего лета подрастали побеги плодоносить, которым придет очередь уже на следующий год. Обратите внимание, по такой семье происходит ежегодное своеобразное самоомоложение надземной части малинника, позволяющей ей существовать и развиваться. В едином морфологическом цикле с многолетней подземной корневой системой. Цель и задача весенней обрезки малины. Будет ошибочно считать, что от густо разросшегося малинника с высокими 2-метровыми стеблями удастся получить ягод больше, чем от маленьких, но ухоженных кустиков. Малина лишь внешне производит впечатление неприхотливого растения, но в действительности она требует к себе достаточно много внимания. Чтобы малиновые кусты из года в год могли радовать владельца обильным урожаем, садовод должен регулярно поливать и своевременно подкармливать. Посадку малины Не забывай делать периодические сезонные обрезки побегов. Правильно обрезанный малинник дает в разы больше ягод, чем непроходимые колючие заросли. Дополнительная информация При благоприятных условиях выращивания каждый корень малины всего за одно лето выдает порядка 20 побегов. Этого достаточно, чтобы только начинающая плодоносить неухоженная посадка за год превратилась в малиновые джунгли. На картинке, приведенной ниже, показан рабочий момент подрезки под корень отмершего стебля малинового куста. Подрезка отмершего стебля весенней обрезка малинового кустарника преследует следующие цели – проведение правильного формирования малинового куста Подготовку кустарника к периоду плодоношения Обеспечение максимального плодоношения Формирование куста При формировании куста выполняют следующее мероприятие – удаляют молодую поросль, поскольку на ее рост растениями Тратится много жизненных соков, питательных веществ, энергии. Удалив излишние молоденькие побеги, появившиеся от корневой системы, удается не дать порости кусту ненужными побегами и перенаправить. Его жизненные ресурсы на созревание плодов удаляют ветви, сломавшиеся и подмерзшие за зиму проводят санитарное удаление стеблей. Поврежденных вредителем и затронутых болезнями удаляют лишние от плодоносившие и засохшие стебли, укорачивают оставленные нужные для плодоношения и побеги на нужную высоту, отбирают лучшие по внешнему виду стебли, придающие в целом достойный ухоженный вид всему малиннику. При формировании куста происходит его необходимое прореживание, иначе многочисленные стебли, веточки и листья закроют созревающим плодам доступ солнечного света и полноценное поступление воздуха. Оптимальное проветривание всех растительных элементов кустарника имеет решающие значения для его роста и развития, да и созревшие ягоды будут доступнее, их проще собирать. На рисунок, ниже показаны ветви малины после весенней обрезки. Малина после весенней обрезки подготовка кустарника к периоду плодоношения Благодаря весенней обрезке достигнуты следующие позитивные факторы, способствующие активному плодоношению. Куст расчищен от ненужных побегов приостановлено вертикальное разрастание растения. Питательные вещества перенаправлены к будущим ягодам, улучшено питание растения, простимулирован рост куста. Обеспечение максимального плодоношения после проведения процедуры весенней обрезки на каждом метре посадки остается 12-16 побегов. Принятые в практике садоводов как оптимум для максимального урожая. Кусты получают хорошее освещение и проветривание, что позитивно сказывается на количестве созревших крупных кондиционных ягод. Это важно. После весенней обрезки необходимо все срезанные ветви удалить с участка и сжечь. Сроки проведения весенней обрезки Весенняя обрезка малины предназначена для подготовки куста к вегетационному периоду, вынуждая растения перенаправлять движение внутренних живительных соков к будущим плодам. Поэтому подрезать стебли необходимо до того срока, когда природа запустит вегетационные процессы. Начинать обрезку можно сразу после таяния зимнего снега, когда заморозки уже отступили и начинает прогреваться почва. Ночная температура воздуха не должна опускаться слишком низко, в почве не должны оставаться промерзшие участки. Сроки весенней обрезки зависят от погодного региона, в зоне которого малина выращивается. Для южных регионов обрезку начинают в первых числах марта, в северных районах ее проводят уже в мае. На Урале для обрезки малины оптимальным временем является месяц июнь, потому что необходимо дождаться начала распускания почек. При более ранней обрезке трудно отличать живые верхушки от вымерших. Поздняя обрезка негативно сказывается на развитии растения, оно не успеет подготовиться к наступающему зимнему сезону и в холодные. Да не осенью или зимой замерзнет? На рисунок, ниже показан куст малины зимой. Куст малины зимой весенний обрезка ремонтантных сортов. По отношению к малине ремонтантность означает непрерывное цветение и плодоношение от ФР. Ремонтант вновь подняться, снова зацвести на протяжении всего вегетативного периода. От обычных сортов малины ремонтантные сорта отличаются тем, что вслед за первыми ягодами растение вновь цветет и плодоносит, что обеспечивает непрерывное плодоношение малинового куста. Ремонтантная малина дает два урожая за сезон. Первый урожай на прошлогодних побегах. Последующий урожай на молодых ветвях, отросших за летний период. Дополнительная информация. В регионах с коротким летом ягоды второго урожая не всегда успевают дозрить до наступления первых заморозков, поэтому садоводы, проживающие в этих регионах, избегают культивирования таких сортов. На рисунок ниже показана ветвь ремонтантной малины сорта «Брянская дива» с ягодами разной степени спелости. Ветка ремонтантной малины сорта «Брянская дива» цикл роста, ветвления и плодоношения ремонтантных сортов является однолетним, а не двухлетним, как у обычной малины, поэтому обрезка ремонтантной малины имеет свои сезонные особенности и предназначение осеннее. Обрезка октябрь-ноябрь заключается в удалении всех без исключения однолетних побегов после сбора урожая, что положительно влияет на будущий урожай. Весенняя обрезка носит характер плановой санитарной обработки кустов, в процессе которой удаляются больные и погибшие стебли. Оставшиеся здоровые побеги набирают силу для сезонного плодоношения. Весенняя обрезка штамбовых сортов К штамбовой от немецким стамбом ствол малини относят группу сортов имеющих вид приморослых деревцев с толстыми размером с черенок лопаты, стволами, высотой 1,7-2 метра. Наиболее популярны сорта таруса и сказка в обиходе называемые малиновыми деревьями. Методика «Как обрезать малину весной» для штамбовой малины несколько отличается от общепринятых для обычной малины способов. Кроме санитарной обрезки, стандартной для любого вида малинника, весенняя обрезка формирует крону малинового дерева. Для этого в мае побеги необходимо укоротить на 5-10 см, пробуждая почки в пазухах верхних листиков. Стебель начинает расти не в высоту, а в стороны за счет активно растущих боковых веток. В конце мая укорачивают уже боковые веточки, которые после этой процедуры также начнут ветвиться, в результате чего формируется пышная разветвленная крона, на которой вырастает богатый урожай. На рисунок, ниже показаны кусты сорта Таруса. На фотографии акцентировано внимание на древовидных стеблях штамбового малинового куста. Куст штамбовой малины сорта Таруса метода весенней обрезки малины. Выбор метода, как обрезать малину в весенний период, зависит от ее сорта и количества плодоношений в течение одного сезона. В случае однократного плодоношения используется традиционная весенняя обрезка, которая выполняется в следующем порядке, удаляя слабые больные и высохшие ветки у подмерзших стеблей верхушку подрезают до ближайшей здоровой почки, количество однолетних побегов прореживается до 5-8 стеблей на каждый куст, длину оставшихся стеблей укорачивают до 120-150 сантиметров. Вариантом традиционной весенней обрезки является способ, растягивающий плодоношение обычных сортов малины на более продолжительный период. Садоводу необходимо внимательно осмотреть на длину ветвей и выбрать, какой из стеблей укорачивать до нужной высоты. Все побеги малинника делятся на 4 части и укорачиваются на различную высоту, верхушки побегов первой группы подрезают на 10-15 см, чтобы они первыми начали плодоносить. Побеги второй группы укорачивают на 20-30 см, побеги третьей группы подрезаются до половины своей высоты. Остальные стебли подрезаются практически до земли, оставляя 3 см высоту, им предстоит плодоносить последними. Созревание ягод будет протекать в той последовательности, согласно которой подрезались малиновые кусты. Метод двойной обрезки по город Соболеву, согласно которого первую обрезку кустарников проводят в конце мая, а вторую – весной следующего года. Согласно этой методике, добиваются следующих позитивных моментов. Кустарник выбрасывает больше цветоносов на один вегетационный период, соответственно, созревает больше ягод. Срок плодоношения не продлевается до осенних месяцев. На рисунок ниже выделены сухие и больные побеги, которые в ходе весенней подрезки удаляют. На картинке выделены крестиком и зеленые стебли, которые оставляют. На них поставлена галочка. Стебли малины, которые удаляются, либо остаются в ходе весенней обрезки. Обобщенный алгоритм весенней обрезки малины. Независимо от сорта и вида малины, процесс весенней обрезки вписывается в обобщенный алгоритм, который можно изложить в виде пошагового. Подробного урока, для начала процедуры обрезки необходимо дождаться дней, когда набухнут или распустят цепочки, чтобы их не спутать. С сухими нежизнеспособными под корень вырезать сухие и больные стебли. Сухие ветви, черного или серого цвета, с хрустом ломаются. У больных ветвей обилие наростов, трещин, уплотнений. Оставить только нужные здоровые гибкие побеги. Они ярко-коричневые, у основания имеют размер не менее 1 см восточной долготеаметре. Срезать до первой здоровой почки и верхушки, вымерзшиеся. Старыми ягодами осторожно сорвать прошлогодние листья, собрать из-под кустов опавшую листву, срезанные ветви и собранную листву вынести. За пределы малинника и обязательно сжечь. Уход за малинником после весенней обрезки. После весенней обрезки необходимо проводить следующее мероприятие под кормку кустарников, обеззараживание и обработанных побегов подвязывания. Разрастающихся кустов, мульчирование почвы, регулярный полив, особенно если весна выдалась засушливой. Обрезка весной малиновых кустов необходима для садоводов, желающих получить богатый урожай крупных ягод. Отданные на милость природы кусты не смогут без соответствующей обрезки вырастить крупную малину, а старые отсохшие стебли будут мешать развиваться молодым побегом. На рисунок ниже показана горсть прекрасных ягод малины. Ягоды малины Редактор субтитров А.Семкин